МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие из нас вспоминают времена СССР с ностальгией. Чем вызваны такие настроения? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. АПЛОДИСМЕНТЫ В нашей программе правого голоса имеет каждый. Но перед тем, как задать первый вопрос, вначале хочу прочитать отрывок из одного письма. В течение последнего десятилетия в народном хозяйстве нашей страны обнаруживаются признаки разлада и застоя. Неуконно снижаются темпы роста национального дохода. Возрастает разрыв между необходимым для нормального развития и реальным вводом новых производственных мощностей. Наша экономика все больше зависит от экспорта нефти и газа. Владимир Николаевич, как вы думаете, кто автор? И когда было это написано? Я думаю, что это в конце 80-х годов примерно. Авторство может быть совершенно различное. Ряд членов политбюро примерно высказывались в этом же стиле. Я не допускаю, что это сказал Михаил Сергеевич Горбачев, хотя может быть и так. Значит, написано письмо было 19 марта 1970 года. Авторы письма. Значит, физики Андрей Сахаров, Валентин Турчин и историк Рой Медведев. Письмо отправлено было в Кремль Леониду Ильичу Брежневу. Отсюда вопрос сразу. Вот смотрите, брежневские времена. Очень многие из нас, ну уже так принято, мы называем это временами застоя. Согласитесь, то, о чем писалось в этом письме, очень многое похоже на то, что происходит у нас сегодня. Получается, что у нас и сегодня застой? Вы знаете, мы каждый раз, если позволите, привязываемся к какому-то термину, затем начинаем за него цепляться и рассказывать о своей истории. Я думаю, что если говорить о брежневских временах, то ради исторической чистоты не стоит о них говорить, как о временах застоя. Это значительно более сложная ситуация, в которой мы находились. И я думаю, что часть ностальгии, с которой вы начали передачу, она касается и того, что был очень небольшой период в развитии, в прошлом веке, в истории России, времен, когда человек рассматривался, ну, давайте скажем так, человек во многих сферах рассматривался как ценность. И с 68-го года, наверное, по год 1982-й нам удалось сделать много в социальной области. Другое дело, что, возможно, эта социальная система, она привела к такой ситуации беззаботности, которая в дальнейшем вызвала деградацию. Те последствия, с которыми мы столкнулись. Леонид Иванович, еще одна цитата. На этот раз никаких загадок. Значит, процитирую пресс-секретария Путина Пескова. Брежнев – это не знак-минус для истории нашей страны, а огромный плюс. Он заложил фундамент экономики, сельского хозяйства и так далее. Очень много-много-много пунктов. Согласны с такой формулировкой? Конечно, согласен. Люди 50-летнего возраста, к которым я себя отношу, это чистый продукт советского того строя. Я мог детдомовец получить образование, я мог получить высшее образование, я имел право на труд, я имел право на квартиру, я имел право на отдых, на бесплатную медицину. Это те завоевания, которые действительно были, и они объективны. Никуда не денешься. Но! Помните, тогда была «За что борьба?» И это действительно народу нравилось. Гласность, демократия, коррупция. В принципе, Ельцин ездил по магазинам, боролся с коррупцией. Вся власть советом. От КПСС, давайте, вся власть советом. Вот мы 20 лет прожили, мы должны оценить не просто, что явилось спусковым крючком, а что же из этих лозунгов осталось на самом деле. И где мы сейчас? И где сейчас коррупция? И где сейчас демократия? И где сейчас? И та же рублевка, которая, так сказать, была вся... Ну, понятно. И привилегии. Понятно. Сергей Борисович, вопрос. Как вы думаете, с чего начался распад, развал, как угодно называйте, Советского Союза? Есть много версий. Ваше мнение, с чего все началось? Я вспоминаю 89-й год, только что избранный Верховный Совет СССР, съезд народных депутатов. Выходит советский премьер Николай Иванович Рыжков и докладывает экономическую обстановку. Значит, товарных запасов никаких, внешний долг 100 миллиардов. Ужас. Значит, экономика стагнации в полной. Значит, еще, если мы продолжим эту ситуацию и что-то не изменим, еще месяца 3-4 и наступает коллапс. Это доклад советского премьера. И все это на фоне всевозможнейших событий, которые уже начались в Закавказье и так далее. Откуда, дорогие друзья? На самом деле, экономика была абсолютно неэффективной, к сожалению. Эффективной она была только в смысле производства продукции ВПК. В память нам об этой экономике Брежневской остались 60 тысяч танков. 60 тысяч. Больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Они нам остались на память этой глупости. Кроме того, я напомню, 68-й год вторжения в Чехословакию, 79-й год вторжения в Афганистан. Это тоже наш милый дедушка Брежнев. И многое другое. Поэтому не надо изображать Советский Союз того времени, как некий рай, в котором тогда жили, как сейчас, в Штатах Америки. Не рай. Вот смотрите, еще одно мнение. Вы уж меня простите за эти цитаты, но вот не мог удержаться. Дата краха СССР, она хорошо известна. Это, конечно, никакие не Беловежские соглашения. Это не августовские события. Это 13 сентября 1985 года. В этот день министр нефти Саудовской Аравии в этот день заявил, что Саудовская Аравия прекращает политику сдерживания добычи нефти и начинает восстанавливать свою долю на рынке нефти. После чего на протяжении последующих шести месяцев добыча нефти Саудовской Аравии увеличилась в три с половиной раза. После чего цены рухнули. Можно смотреть по месяцам, но приблизительно в шесть и одну десятую раза. Автор Егор Гайдар. Прав? Видимо, прав. А кто заставлял в такой степени делать зависимой экономику от этого единственного обстоятельства? Экономику великой державы, великой страны, развитого социализма. Увязывали жестко на нефть и газ, да? Почему мы только от этого зависимы? Совершенно не прав. Уже в 92 году, как только они развалили СССР, вот он устроил шоковую терапию. Сейчас, Виктор Маныч. Да, коллеги, все дело в том, что, конечно же, говорить о судьбе своей страны неэмоционально нельзя. Но нельзя точно так же говорить о том, что есть некто «они», которые что-то развалили. Очень бы не хотелось вводить к местоимению «они». Все те проблемы, которые в течение предыдущего века преследовали, имеют под собой очень объективные корни. Я искренне дружу, допустим, с Геннадием Адольевичем Бурбулисом, которого иногда пытаются обвинить в чем-то. Поверьте, пожалуйста, скрепы государства, которые были, они ушли. И поэтому процесс это во многом исторический. Виктор Маныч, очень многие говорят о том, что во всем виноват Михаил Сергеевич Горбачев, что виновата перестройка, гласность. Есть мнение, что виноваты они, и причем они расшифровываются как Соединенные Штаты, что это результат заговора и так далее. Но посмотрите, даже если виноват Горбачев и Ельцин потом, и тот, и другой были членами Коммунистической партии Советского Союза. Причем самыми, как говорится, передовыми членами партии, да, вождями. Получается что? Получается, что они же сами коммунисты и развалили Советский Союз? Я бы сказал так, что развалили мы все вместе, вне зависимости от партийных принадлежностей и своих идеологических убеждений. Мне кажется, вот на рубеже 90-х годов наше общество оказалось в положении коллективного сумасшедшего. То, что творилось в те годы, великий физик Андрей Дмитриевич Сахаров выдвигает гениальную идею. Все законы Советского Союза должны перед этим преступлением в действии, должны быть ратифицированы Верховными Советами Республик. Без ратификации Верховного Совета Республики законы не действуют. Не действуют, да. Вот вы, юристы тут, понимаете, что это не просто глупость, а ведь эта идея вызывала восхищение у людей. Виктор, это закон федеративного государства. Посмотрите на историю Соединенных Штатов, которая является федерацией. Это нормально для федеративного государства. О чем вы говорите? Не превращайте Сахарова в невежную сумасшедшую. Где в такой федерации ратифицируются федеральные законы, ратифицируются субъектами федерации? Сначала обязательно. Конечно. Ну хорошо. Так вот, дальше. Давайте сейчас будем делать по 500 законам. Да. Дальше. Ратифицировать субъектами федерации. Вы вспомните ситуацию. Мы в Норвегии недавно подарили территорию и не согласовали, конституцию нарушили. Не согласовали с тем, субъектами федерации, которые это коснулось. Берите больше сверкетов, сколько можете проложить. Ведь это была не его идея. Это идея, потихшая всех. Вспомните, Политин Григорьевич Распутин, великий человек, патриот России, выступает в трибуды съезда и говорит, а может быть стоит задуматься, чтобы Россия вышла из состава Советского Союза? Да. Патриот. Коммунисты. Тоже эта идея суверенитета их овладевает. И летом 90-го года проводится учредительный съезд Компартии РСФСР. Да, да, да. И тем самым нарушается единство партии, которая была не партией, она была государствообразующей структурой. И ружится вот эта вот вертикаль власти. Все правильно говорят. Все начинают вести борьбу с суверенитетом. И депутаты съезда РСФСР принимают декларацию о государстве о суверенитете России. До этого декларации, видите, Латвия, Эстония, Грузия, это были так, знаете, ну, гром небольшой. Но когда депутаты Верховного Совета или съезда РСФСР приняли декларацию о суверенитете России... И там в республиках это увидели? Да. Проанализировали и оценили? И уже все. И этим был подписан смертный приговор. В результате... Я вспоминаю эти годы, да? Вот где в нормальной стране может быть, чтобы КГБ СССР занималось созданием народных фронтов в тех же Прималтийских республиках? Ну, с народной фронты в Прималтии создавались КГБ и по команде Москвы. В нормальных странах не было КГБ. Вот и досоздавались, да? Вот и досоздавались. Вот тут надо сказать только единственное политическое... Нужно добавить, что СССР и КПСС попытались начать в 85-м году закон о кооперативе, закон потом дальше, через два года о совместных предприятиях. Это формы, о которых мы говорим, что можно было бы реформировать, в принципе. Их нужно было проводить медленно, последовательно. И вдруг в 91-м, в 90-м году правильно начинаются эти процессы, подрывается сепаратизм, и в 91-м году все взрывается. Вопрос такой, если бы не было бы этого путча, в принципе, страна бы сохранилась или у нее не было вообще никаких шансов? Ну, давайте свою память освежим и вспомним, зачем была совершена попытка путча, ГКЧП. Историческое название, Государственный комитет по чрезвычайным положениям. На 20 августа 1991 года была назначена процедура подписания создания нового государства под названием Союз Соверенных Государств. В составе девяти республик, которые принимали участие в референдуме марта 91-го года. И шесть отказались. И шесть республик. Прибалтика, вся три республики. Молдава, Грузия и Армения. Да, и Грузия. Шесть республик не участвовали в этом союзе. То есть, независимо от того, что кому-то в голову пришла идея посылать танки на улицы Москвы, это, конечно, чудовищное оскорбление было. Для меня, например, для москвича, я немедленно вышел на площадь перед Белым домом, да? Независимо от этого, 20 августа Советский Союз бы кончился. И об этом нужно помнить. Хорошо, вопрос сразу в догонку. Сразу вопрос в догонку. Секундочку. А все республики парафировали договор. Парафировали все девять. Договор еще на Нового Горевского договора. Нельзя было бы, допустим, сохранить СССР, ну, скажем так, в усеченном вот варианте из этих девяти республик. Дело в том, что... Дело в том, что... Короче, пожалуйста, подтвердите. Сейчас, сейчас, Леонид. СССР, высшие органы власти Советского Союза привлекались к разработке Союзного договора? Нет, конечно, нет. Это были группы экспертов, которые сидели. Так в этом-то и дело, в этом-то и дело, что решение, решение о расформировании Советского Союза было принято до всякого ГКЧП. И оно было согласовано Горбачевым с руководителями девяти республик. С руководителями? Да, в июле 91-го года Советский Союз кончился как реальность. Потому что, еще раз, девять руководителей из пятнадцати приняли решение о создании СССР. И последующее событие, вот эта вот нелепая попытка удержать, помешать Горбачеву и остальным руководителям создать СССР, привела к еще более трагическому сценарию. Все побежали. Все побежали. То есть, я понял, ответ я понял. Шансов не было никаких на август 91-го года. На август 91-го. Были шансы после, к сожалению, минимальные. Минимальные еще сохранялись, но очень малые. Шансы на СССР были, Сергей. Шансы на СССР только. Дайте вам одну иллюстрацию. Специально к сегодняшней встрече. Дорогие друзья, 19-го путь начинается. 22-го он проиграл этот путь. 22-го. 24-го собирается Верховный Совет Украины. И принимает Декларацию Независимости. Единогласно голосуется. Текст читали Декларацию Независимости? Да, в 2004 году. Читаю. Коммунисты голосуют. Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной, в связи с государственным переворотом в СССР 19-го августа 91-го года. Совершенно верно, Сергей Борисович, но, но, есть, есть, но, Украина увидела, что происходит в Москве. Она увидела вот эти все события, да, и так далее, и так далее. Именно поэтому, вот так в экстренном порядке они приняли такую резолюцию. Но до этого Украина совершенно никак не демонстрировала свое желание на выход. Нам говорили о том, что дружная семья народов, что нет никаких межнациональных проблем там, и так далее, и так далее. Но, стоило только стране зашататься, вот она еще не развалилась даже, она зашаталась, тут же начались столкновения на межнациональной почве. И с Баку, Вильнюс, подряд. Совершенно верно. Мы все помним эти, да, все помним эти города, там, с чего все начиналось, Сунгаид, Баку, Ереван, и понеслось, да, и понеслось по всей стране. Получается, что проблемы были, и нам просто не говорили об этом. Вы знаете, проблемы были на высшем уровне. Все, что было сделано, в принципе, было спровоцировано той верхушкой элиты, которая хотела самостоятельности и хотела править. Народы не настроены были на эту волну. Народы, действительно, СССР жили в мире и дружбе. Сейчас, конечно, легко хаять все то великое, что Россия собирала веками. Россия действительно... И аплодисменты сразу. Советский Союз собрала Россию. Давайте не отходить от этих фактов, дед. Надо объективно смотреть на это. Почему народы не вышли? Один момент. Почему народы не вышли? Один момент. Защищать, скажите. Вы дайте сказать, народы вышли. Кто? Куда? Куда? Народы вышли, и народы хотели... Ну, если вы имеете в виду народ... Дайте мне сказать, чтобы... Давайте вначале послушаем, а потом будем спрашивать, где стоило и когда. Чем было невозможно реформировать Советский Союз? Почему надо было развалить? Надо было реформировать. Почему? Надо было реформировать, а не развалить. Реформа развалила. А вы вышли на улице почему? Потому что толпа 10 тысяч вдруг под какой-то эйфорией вышла на улице. И сейчас выйдет толпа на улице и развалит. И это будут такие люди, которые, как вы выяснили, сейчас не прошло, защищают разговаривание. Вот мы проводим там сейчас манифестацию, ставят металлодетектор. Полная манежная площадь, знаете, сколько вмещается? Россия и Советский Союз было великим государством. Великим государством, чью экономику и сегодня никто не может переплюнуть. Вы посмотрите цифры. Я хочу сказать, что кто, кто разваливал Россию, является врагом России. А кто это? Кто, кто разваливал СССР, является врагом иностранства. Понятно, понятно. Это запас и политическая элита России, которая была куплена. Это Горбачок, Шерман, Шерман. Вот посмотрите, результаты секунды, у них есть имена. Я вопрос задам. Пожалуйста. Значит, по результатам опроса общественного мнения, который провел в ЦИОМ, 43% населения с теплотой вспоминают времена Советского Союза и сам Советский Союз. При этом очень многие, очень многие из этих 43% это молодежь, которые даже и не жили в Советском Союзе. Вот чем объяснить такие опросы? Да, 20% там молодежи не надо было. Это мало? Выграла Россия от Розвала СССР. Пятая часть, на секундочку, это огромное количество людей. Давайте я отвечу. Наверное, вообще-то очень мало есть людей, у которых совсем этой ностальгии нет. Это же была империя. Мы сейчас с вами говорим как-то о каком-то мифическом государстве. А вы вспомните хлопковое дело в Узбекистане? Вы вспомните, как там женщины занимались самосожжением? Вы вспомните, вот не надо, вы вспомните, так, не перебивайте, не перебивайте. Так, 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 вот сейчас мы будем вспоминать. А белых и компания, и понеслось, не будем про это. Давайте, пожалуйста, а если говорить о России, а если говорить о России, как, так сказать, о ядре вообще, вот, так сказать, этой империи, то у России не случайно ведь с таким успехом прошел вот этот проект отделения Российской Федерации. Ведь не было, на самом деле, российских структур, фактически самостоятельных, не существовало в этой стране. При том, что это как, включая партию, потому что это была титульная нация. Поэтому эта империя, когда началась, когда начались огромные социальные проблемы, о которых вы говорили, скрепы лопнули как на бочке. Действительно, сейчас надо говорить о том, какие могли бы быть скрепы тогда, которые могли бы это урожать. Виктор Иванович, пожалуйста, и сейчас я задам вопрос по поводу скрепа. Мы можем сколько угодно спорить вот о причинах, а мне кажется, что вердикт вот тому, что произошло, может быть очень легко. Ну, здесь присутствующие, надеюсь, побывали на территории завода «Гизил», который был гигантом, который выпускал отнюдь не ВПК, а выпускал сотни тысяч автомобилей, которые шли в сетское хозяйство. Да, они были конкурентноспособными, оказались на ваших автомобилях. Подождите, подождите, выпускал завод автомобилей, советские автомобили, которые были работали. Телевизоры оказались конкурентноспособными? Здесь работали десятки тысяч людей. ЗИЛ – это всего лишь последствия, вы понимаете? Мы пытались на этой земле создать другой мир. В итоге у шведов получилось, а у нас не получилось. А шведы без всякой идеологии это делали. Ну, нам говорят, что в Швеции сейчас разведутся социализм. Юрий Васильевич, я просто только поэтому. Вот смотрите, мы говорим о том, уже прозвучало неоднократно это мнение, что Советский Союз можно было бы сохранить, но необходимы были реформы. Вот как вы считаете, вот Сергей Борисович неоднократно об этом говорил, как вы считаете, что должна была сделать власть, какие провести реформы, и что она не сделала? Власть должна была переходить на новый технологический уклад и делать технологический прорыв. И это было единственным способом. Более того... Технологический уклад – это что такое? Это модернизация производства? Нет, модернизация – это обновление. И инновации, и так далее, я что-то уже такое слышал. Речь идет, используя фундаментальную науку СССР, главную завоевание, переходить на новые технологии и быть конкурентоспособным. Кстати, это точно то же самое, что сегодня никак не могут сделать те, кто якобы, так сказать, выиграл от развор СССР. Мы все, это первый момент. Но есть второй момент. С этого начался кармачок. Давай послушаем до конца вначале. Это когда говорят о неконкурентоспособности, то это говорят люди, которые живут за счет тюменской нефти, которую сделал Советский Союз. Безусловно, Советский Союз убили. Это первый момент. Должен быть суд. И пока этот суд не состоится, мы не разберемся... Кого судить? Конкретно вот Станкевич, который перед вами стоит. Так. Того же Бабурина, патриота, который на коленке вместе с другими писал декларацию о государственном суверенитете 12 июня, которая положила парад других суверенитетов и убила СССР. Мы уходим на новости, вернемся в эту студию через несколько минут. И право голоса получат наши эксперты, которые присутствуют в студии. Очень хотят присоединиться к нашей дискуссии, присоединяться после новостей. Это программа «Право голоса» и я, ведущий Роман Бабаян. И сегодня мы пытаемся понять, можно ли было сохранить Советский Союз. «Право голоса» у наших экспертов. Но хочу сказать, что к нам так и не доехал вам Петрович Рыбкин, которого мы приглашали в качестве эксперта. Видимо, заблудился. Я думаю, так. Можно в этой связи... В этой связи можно. В этой связи я абсолютно с огромным уважением отношусь к экспертам, которых лично всех знаю. И единственное, что бы хотел обратить внимание на один штрих. Наши уважаемые оппоненты, люди, которые пытаются именно с сердцем, пытаются честно передать свою позицию, но огромнейшая совершенно опасность лежит в персонификации исторических процессов. Это первое. Это первое. Это первое. Второй момент. Огромнейшая проблема лежит в непонимании экономической сути происходившего процесса. Мне приходилось отслеживать экономические процессы не абстрактно, а начиная в 81-м году. Когда ты проверяешь огромную отрасль Советского Союза, производство минеральных удобрений, и вдруг ты выясняешь для себя, что все, что произведено, огромные затраты труда, свалено в полях и нигде не используется. Это миллиарды рублей. То есть, таким образом, была какая-то внутренняя причина, почему эта экономика не работала. Согласен, Леонид Иванович, согласен. Но ошибок было много. Об экономических ошибках у каждой ошибки есть фамилия. Ошибок было много. То есть, она в плане и просто может быть очень много. Очень много. Очень много. Теперь наши эксперты. Вы смеялись. Вы просто поднимали руку. Я чуть не плакал. Горите желанием выступить. Вот смотрите, на затравочку такой вопрос. Результаты опроса общественного мнения. Помните, да, 43% с ностальгией вспоминают времена СССР. В том числе и молодежь. Но при этом, при этом, подавляющее большинство из этих людей не хотели бы вернуться в те времена. Что за парадокс? Можете объяснить? Ну, это можно все объяснить. Но я хотел немножко больше общий вопрос затронуть. Не знаю, там это Станкевич придумал или Алснис. Но есть такое понятие совок. Или более научно, гомосоветику. Это люди... Не, подождите. Но я с иронией говорю. Вы же понимаете, да? На всякий случай. Это... Судите собирать. Дайте рассказать. Мишей Те Станкевич. Это люди, которые защищают советскую систему. Не людей, не граждан, которые пострадали, а строй и систему. Это все ушло. И чтобы доказать, что это ушло, я приведу очень коротко несколько аргументов. Значит, Россия в начале 20 века, когда появилась Россия в Вене, Дмитрий Иванович Менделеев создал эту науку. Были сделаны прогнозы. Французский премьер Тири предсказал, что к 50-му году Россия будет абсолютно доминировать в Европе. Дмитрий Иванович Менделеев просчитал. К 30-му году Россия выходила на первое место в мире по ВВП. Значит, что я хотел подчеркнуть, что Россия... Тары... Нельзя... Это совершенно разные вещи. СССР и Россия историческая. Когда Советский Союз рухнул, то советско-финляндская граница до 17-го года, это было одно государство, один уровень. Советско-финляндская граница в 91-м году, это самая контрастная граница в мире. Даже мексиканно-американская граница не такая. И такая отсталость, которая была в СССР, не было нигде в мире. Теперь, дальше, все было хорошо, Игорь. У вас все проблемы в 90-м году, в 91-м, 22-го августа. А у меня проблемы 25-го октября. Почему вместе с Лениным не лежит Власов, который то же самое делал за немецкие деньги, воевал против собственной страны? Почему, почему нам 50 лет твердили, что секретный протокол, секретное приложение к договору Молотова-Риббентропа, или как всюду в мире называется, Сталина-Гитера, это ложь. Это антисоветская пропаганда. Это только враги нашей страны могли придумывать. А потом этот протокол опубликовали, и вы молчите, что Вторую мировую войну развязывал Игорь Борисович. Я понял, держу инициативу в свои руки, и я задаю вопрос, Леонид Иванович. Вот скажите мне, мы в принципе все прекрасно помним, что из себя представлял Советский Союз уже на излёте. Во многих республиках не было продуктов. Существовала карточная система. Слушайте, ну килограмм мяса на семью, на человека на месяц, полкилова масла. Отоварить невозможно. Паспорт члена КПСС можно было купить за 5000 рублей. В Узбекистане были, наверное, такие же цены, да? Вот на Кавказе цены были такие 5000 рублей. Я понял, что жигуле стоило 5000 рублей. Скажите мне, да, в принципе, в принципе, такая страна могла существовать. Да, это было. Была карточная система. И сегодня, кстати, карточная система есть в той же Америке. Но сегодня Россия по употреблению мяса не может выйти на уровень Советского Союза. В два раза, в два с половиной раза, сегодняшние россияне мясо едят меньше, чем в СССР. Ну, были эти проблемы. Я тогда молодой человек. Конечно, в Тольятти, где я работал на Лоском автозаводе мастером или заместителем начальника управления, не ел столько, сколько Станкевич в Москве колбасы. Это было. Игорь сказал, что шансов у СССР не было. А я вам говорю, что было. Знаете, почему? Потому что у нас есть пример. Китай. Китай. С Дэн Цаопином. Вьетнам с той же Компартией. Последовательность. Я вам сказал, в 85-м году, не в 91-м году КПСС начало реформы. Оно понимало, что их надо делать. Но они должны были быть растянуты во времени, последовательны, как это делает сейчас Китай и Вьетнам. Ну, нельзя было ломать страну, эти скрепы. Вот вы сказали о 90-м годе, о том, что все было полосы. Секунду, секунду, секунду. Действительно, Декларация независимости, только все забывают, что там было написано, верховенство законов РСФСР над СССР законами. И что? В 90-м году. Вот это сразу взорвало всю систему. Да правильно, потому что централизованная власть... Вы можете себе представить, чтобы исчезали этот закон? У нас есть еще эксперты, очень коротко ответьте, и я ухожу на экспертов. Давайте все-таки, значит, факт остается фактом. У нас была возможность обновленный Советский Союз в полном соответствии с результатами мартовского референдума 91-го года создать. Почему? В августе 91-го года. Но, к сожалению, эта идиотская попытка Пуча, этот шанс у нас украла, этот шанс убила. Украла, убила, убила. Потому что через три дня после Пуча Украина провозгласила независимость. За полгода до Пуча уже говорили с Прибалтами, с Ельцином. 21-го сентября, 91-го года, референдум в Армении, 95%, 95% участвуют в референдуме в Армении, 99% за выход из Советского Союза. Еще раз, 95% участвуют, 99% за выход из Советского Союза. В сентябре Армения, не Прибалтика, Армения, что ближе к нам могло быть? И никакая декларация их не волновала, и другие вещи не волновали. Они не даже не ссылались, а читали. Поэтому, еще раз говорю, с теорией заговоров успорят врачи. Если сейчас, если серьезный разговор в истории идет, вот они, давайте, говорим, чему это приведет? Вот к чему сейчас приведет татария, объявит верховство законов над законами России? К тому, к чему это приведет? Это взорвется, нечего обсуждать. Вот он о чем говорит сейчас? Владимир, Владимир, значит, смотрите, в советское время появился Ленинградский рок-клуб, появился... Владимир Кирилл, Владимир, да, появился рок-клуб, потом вышла в эфир программа «Взгляд», да, темы, которые поднимались, были достаточно острые, некоторые просто на грани антисоветчины. Может быть, это как-то повлияло на настроение людей? Хороший вопрос ко мне, как человеку, который как раз вырос в Советском Союзе. И у меня есть, я не политик, не макроэкономист, не историк, я такой частное лицо. У меня есть одна история из моей жизни, датированная 1977 годом, началом, когда меня, такого, знаете, ботаника, толстого отличника, прислали в пионерский лагерь «Артек». И там, кстати, я встретил ребят из Узбекистана, которые учились три месяца в году, а всё остальное время на хлопке были. И меня волею судеб вынесло, знаете, в председателя пионерского штаба «Артек». Вот просто так меня вынесло, помимо моей воли и сознания, в самого главного пионера Всесоюзного пионерского лагеря. И я тут же получил персональный автомобиль, право не вставать на зарядку и не ходить на линейке в своей дружине. Я, поскольку на 40-дневной семье, где была школа, получил право не ходить на уроки, меня привозили каждый божий вечер в какую-нибудь дружину с проверкой. И, знаете, винограду, у меня пермский мальчик такой приехал, знаете, вообще не видел виноград, кроме августа месяца. Всё, что хочешь. И через 40 дней вот такой вот жизни я пришёл к выводу, что вот это дикая ложь. В этой стране жить нельзя. А главный плюс в моей судьбе, что я получил в свои там 13 и начало 14 лет урок, который мне объяснил всё про систему Советского Союза. И когда вы говорите про скрепы, про 19-е, про какой угодно августа, главная скрепа – это могу я уважать собственную страну или не могу уважать собственную страну. Я вернулся из «Артека», не уважая ту систему, которая была в Советском Союзе. И ещё один эпизод, последний эпизод из частной жизни. 85-й год, июнь месяц. Я защищаю диплом на экономическом факультете Пермского государственного университета. 85-й, так. 85-й год, да. И уже, знаете, тогда не было принтеров, чего-то ещё, надо было набивать, надо было сшивать. Вот у меня все экземпляры диплома на все деньги, которые я там, подрабатывая в разных местах, сделал. Наконец, сделает какой-то пленум ЦК КПСС, Горбачёв что-то такое говорит не по теме моего диплома. Но мне говорят, или ты вставляешь цитату Горбачёва. Ну, это стандарт. Или ты не выходишь... Ну, так это вот почему? Это стандартно. Рома, ну, это стандартно, но вот это, понимаете, это точка. Потому что это, действительно, или ты находишь денег неизвестно откуда, для того, чтобы всё это расширить. Расшивали, печатали, пошли, пошли в типографию, снова зашили. А вот тот самый, ещё два слова. По Коксамоле были? Да. Уважение к собственной стране. Не будет желания в этой стране жить и для неё жить, развалится всё. Понимаете? И вот об этом надо думать. Не про экономику, не про... Юрий Васильевич, пожалуйста, Леонид Иванович, сейчас вступали. Я бы у вас два слова, Леонид Иванович, который живёт. Выбор у него был. Выбор у него был. Не каждый был готов пойти по той дороге. Ну, он же говорит, я осознанно в 13 лет понял. Он понял, да. Значит, это как минимум он лукавит. Слушайте, нет. Он хорошо учился, но он не родился диссидентом. Как минимум он лукавит. Так ими становились, но он им не стал. Он прекрасно, 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 прекрасный, прекрасный радиоведущий на маяке. И, как говорится, дай Бог ему здоровья. Юрий Васильевич, пожалуйста, Виктор Мальчик, в днем не послушайте. Я не хочу отвечать от вас, заметьте. Вот слушайте сейчас, вот то, что Владимир говорит, и вообще вот дискуссия, особенно с противоположной стороны. Вы знаете, меня поражает, я считаю, трагичная ситуация, потому что это люди, которые убили отца и мать. И которые находят, что мать отругала их там когда-то в седьмом классе и так далее. Это абсолютное неадекватное понимание и неуважение к себе за то, что вы живете, живете за счет этой страны. Вы не создали ни одного рода. Все работают. Вы живете за счет этой страны. Страна живет за счет. Вы не способны создать ничего. Почему это, когда мы учим кем? Вы не способны создать. Почему это мы живем? Может, страна живет за нас. Через два года. Кризис идет. Через два года рухнут цены на нефть. И вся ваша словоблудие, все ваши красивые слова окажутся на помойке. Потому что работать не может. Юрий Васильевич, сейчас, секунду. Что имеется в виду? Я попробую деликатнее. Имеется в виду, что каждый из нас многим все-таки обязан Советскому Союзу. Конечно. Образование? Да, мы многим связаны. Что значит Советскому Союзу? Нас учили хорошо или плохо, или нас лечили хорошо или плохо. В Артек мы ездили. Мы там жили. Мы в этой системе жили. Мы там на самом деле работали. И учили детей, учителя. И лечили врачи. Иначе бы действительно все. У нас не было тотального хаоса. Кстати, про врачей и учителей. А это правда, что было бесплатное образование и медицина? А сколько получали наши врачи? Правда, это чистое право. Вы скажите, а сколько получали? А сколько? Они получали. Какие цены были тогда, сколько и получали? Что в Советском Союзе стоило поступить в ВУЗ? Ой, не было нет ответа. Ну, как не помню. Ну, как не помню. Смотря в какой. Был приз урана. Я отвечу ему. Мне в детском доме на обзоре. Про бесплатную медицину. Не надо рассказывать. А как вам в детском доме? Пошили костюм. Да. Вот костюм на выпускной вечер. Ну, не было. Так получилось, что у меня нет ни денег, ничего. Я пошел в институт, как вы говорите. Я ничего не платил. Восточно-сибирский технологический институт. На техническую специальную коробку. Я поступил и пять лет ходил в этом костюме. Я не богач, я не заводился с золотой ложкой во рту, но я должен получить это бесплатное образование. Все поступили бесплатно, все были отличниками, как молодец. Я все понимаю, но при этом система была. Плохо. За деньги можно было поступить, за деньги можно было лечиться и так далее. Да, Владимир Николаевич? Я хочу сказать, не кончить, одну фразу. Мы все время здесь путаем... Нельзя троить свое прошлое. Перестаньте. Мы все время путаем две вещи здесь. Мы сравниваем почему-то СССР с тем, что происходит сейчас. Правильно. Между прочим, сейчас... Мы с этого начали. Да, между прочим, сейчас... Да, уже 20 лет. Много есть людей, масса есть людей, которые очень сильно недовольны происходящим. И сравнение с Брежневской эпохой напрашивается не случайно. И страх, что мы вкатываемся в застой в обществе, совершенно не случайно. Если можно, у меня есть, может быть... Но надо создавать, а не критиковать. Если позволите, у меня есть... Критикам много, а работаем мало. Если я могу предложить это направление дискуссии. Если могу его предложить. Несомненно, что к истории своей страны и к тому, что было сделано, надо относиться очень внимательно и с глубоким уважением. Это является правдой. Точно так же, как является правдой то, что страна дала нам возможность образования и все тому подобное. Мне кажется, что сейчас, и может быть, вы об этом тоже собираетесь говорить. Мне кажется, что сейчас есть у нас другой уникальный совершенно шанс, в направлении которого надо двигаться. Давайте создадим институты гражданского общества, которые вновь народ стащат. Которые перестанут его раскалывать. И это получится. Юрий Анатольевич, сразу вопрос, сразу вопрос. Вот смотрите, мы все говорим о том, что Советский Союз, там, да, вот очень много было хорошего и так далее. Вспоминаем, как мы ездили отдыхать, допустим, там, на Кавказ, как мы ездили отдыхать в Прибалтику. Мы туда ездили? Ездили. Да, ну не важно, какие люди были, но мы ездили, да, открыли, по сути, посмотрели. Вот теперь смотрите, посмотрите, что. Но вот что же происходит на сегодняшний день? Даже в рамках СНГ, Леонид Иванович, Леонид Иванович, я не могу. Можешь сейчас представить, чтобы в Дагестан кто-то поехал? Итак, что происходит? Вот смотрите, сейчас в рамках СНГ, где не 15 республик, как в Советском Союзе, мы друг с другом договориться в принципе не можем. У нас огромное количество проблем. Вот смотрите, там и требования каких-то друг к другу. Казахстану платим за Байконур, с Украиной там все время разбираемся по поводу газа, а не нам в ответ, значит, Севастополь, Крым, там наши базы. Карабах по-прежнему проблемы. Карабах по-прежнему проблемы. Карабах. Осетия по-прежнему проблемы. Да, в последний случай с тем же самым Каджикистаном, там, с нашими летчиками и так далее. Что происходит? То есть ностальгировать ностальгируем, но сами так просто вот уже на корню изменились, что уже даже и договориться не можем друг с другом, да? Нет, не так. Ну, во-первых, для того, чтобы было понятно, я хочу сказать, что я президент Международного фестиваля детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики. У меня на фестивале постоянно, каждый год, участвуют практически все журналисты, кто занимается криминалом из всех стран бывшего СССР. Я вам хочу сказать, что между нами, людьми, кто занимается этими вопросами, от России, от Калининграда до Камчатки и все СНГ, даже страны Прибалтики и так далее, вот такие отношения. Интернационализм на уровне человека существует. И вы здесь обсуждаете процесс, который, в принципе, этим людям нам непонятен. Что для меня был в Советском Союзе и что сейчас? Первое, в Советском Союзе, хотите вы, не хотите, но была уверенность в завтрашнем дне. Этого не было нигде. Назовем мы это стабильностью, да? Пускай она была отсрочена. Пусть это будет называться стабильностью. Да, пускай она была отсрочена, пускай там квартиру давали не сразу. Мне, как майору, дали через 12 лет службы в вооруженных силах, но я ее получил. Да. И моя семья была в этой квартире. Сейчас купить нормальному человеку, кто не берет взятки, практически невозможно. Невозможно. Моей дочери 28 лет, которая закончила МГУ с красным дипломом и так далее. Я ей говорю, Настенька, очень классно, что ты была в СССР. А теперь автоматически перешла в Россию. Владимир Владимирович Путин сказал, пора, чтобы государство обернулось в сторону человека, а не наоборот. А где и кто лучше создал? Так вот, сегодня давайте анализировать эту ситуацию с точки зрения человека. Человеку стало лучше или хуже от того, что был Советский Союз, а стала Россия? Вот все наши... Можно? Можно? Сейчас, секунду. Значит, 3-5% населения может принимать решения и создавать что-то новое. И рождать и производство, и заниматься бизнесом, и чем угодно. Извините, но остальные 95% не могут. Ими надо управлять. Давайте к теме. А для того, чтобы ими управлять, надо создать им систему устойчивости, стабилизации. То, о чем сегодня ратуют все руководители нашего государства. Нужна стабилизация. Нужны понятные правила игры. Для того, чтобы в эти правила понятны и бизнес стабилизировал себя, и люди. Самое главное, эмоциональный настрой. Смотрите, что происходит. Нет времени, уходим на рекламу. Вернемся в эту студию через несколько минут. И «Право голоса» получат наши зрители, у которых тоже есть очень много вопросов к нашим гостям. Это программа «Право голоса» и я, ведущий Роман Бабаян. И сегодня мы пытаемся понять, можно ли было сохранить Советский Союз. И пытаемся выяснить, почему все-таки он распался. «Право голоса» у наших зрителей, пожалуйста, первый вопрос из зала. Я хочу задать вопрос. Как к тем, кто бывает в бывших советских республиках, как они относятся к развалу СССР? Соответствуют ли, считают ли они, что хорошо это или плохо, что нет единого государства? А может, они вообще об этом не думают, только мы здесь озабочены в России. А как вас зовут? Сергей Борисович. Биби Нур Салаховна. Вот, позвольте вам ответить. Блестящий вопрос. Об этом, к сожалению, вас часто забывают. Так вот, дорогие друзья, эти самые события, которые вы здесь объявляете страшным заговором и преступлением, эти самые события там отмечаются, как праздник. Это день обретения независимости. Это день обретения независимости. Это, извините меня, официальный, официальный государственный праздник. Они поднимают флаги, они выходят на улицы с цветами, они поздравляют друг друга. Герои, герои обретения независимости в Украине, в Украине, в Украине, в Украине. Я понял, мнение понятно, мнение понятно. Подождите, я еще не завершил, я еще не завершил. Так вот, представьте себе, что на праздник приходит хмурая параноидальная личность и кричит. Вот вы тут празднуете все, да? А на самом деле, вот то, что для вас праздник, день независимости, создание государства, на самом деле это заговор, преступление и так далее, выгонят. Выгонят и освещат сразу. Поэтому вот сейчас, пожалуйста, Владимир Кириллович, сейчас Виктор Манч. Коллеги, я жил в трех республиках. Я родился и до 27 лет жил в Грузии. После этого жил в 16 лет в Узбекистане. Узбекистан отмечает независимость? Вы знаете, Узбекистан отмечают официальной строкой. Но народ, который здесь сегодня до миллиона работает в Узбеке... Народ только потерял от этого. Роман, народ... Я завтра еду в Таллинн летаю. Вот так? Вот это нас только... Вы видите, столько тысяч жилей. Народ всех, и Грузии, и Узбекистана. Все народы промышленности. Юрий Васильевич, все люди говорят... Что говорят люди? Москва развалила СССР. Моя малая родина Латвия. У меня там живет мама. Могу сказать, что моя мама пенсионерка. Ей 84 года. Так вот, если бы я ей не помогал, она бы умерла там с голода. А что, ни в Грузии не так, или в Узбекистане не так? Так в России тоже многие мамы помогают. Это тоже нужно делать. Маленькая республика. В ней 10 лет назад было всего лишь 2,5 миллиона населения. Это, ну, четверть Московской области. Маленькая республика. Так вот, за эти 10 лет из Латвии уехало на Запад 500 тысяч латышей. Я тут говорил, что виноваты мы все. Все мы вместе валили Советский Союз. Но ведь у этих людей, среди этого были люди, которые прекрасно понимали, что они делают валя Советский Союз. Если вот большинство из присутствующих, они просто не понимали, потому что красивые слова, суверенитет и прочее, прочее. Вспомните ситуацию 1991 года. Союз развалится, все очищают. В этой ситуации Союзное руководство принимает решение пойти на Всесоюзный референдум. Благое намерение спасти, ну, если народ проголосует, значит, спасем Союз. В это время российское руководство, в том числе господин Бурбуль, с которого здесь Владимир Николаевич квалил, принимает решение, чтобы дивилировать результаты референдума Союзного, одновременно провести референдум о введении в Российской Федерации поста президента Союзной Федерации. И тем самым уничтожить итоги референдума Союзного. Так позвольте, это не понимали люди, которые шли голосовать. Но я надеюсь, вы понимаете, что юристы прекрасно понимали, Сергей Николаевич, когда вы говорите, что не было ничего, это само собой. Вы, я не знаю, были из той команды, которая принимала решение о проведении референдума о выборах президента России, но те люди, которые это делали, они сознательно шли на уничтожение Советского Союза, потому что они их читали, что давайте мы уничтожим в КПССССР. А после этого, я с ним слушаю эти разговоры, знаете, по анекдоте, а куда они с этой подводной ротой дедутся? Все равно, поцелу, и вот тут мы все... Владимир Николаевич, пожалуйста, мы все время вспоминаем о том, что было. Парируйте. Потому что у нас передача. Да нет, не по этому. Я даже не собираюсь, может быть, это парировать, я хочу сказать о другом. Вот этот процесс запущенного расформирования предыдущего государства, те люди, о которых вы сейчас говорите, они сделали его максимально по возможности безболезненным. За это мы должны им отдать должное. Представьте себе, в этих условиях они сделали все для того, чтобы не допустить распространения ядерного оружия. То есть Российская Федерация стала обладателем ядерного оружия. Это да. Максимально толерантно сделано все, что было в тот период времени. Максимально толерантно. И именно это сейчас позволяет вернуться... Из нее... Именно это позволяет сейчас вернуться России к тому переговорному процессу по объединению этого пространства. Мы, эгоистично отвечая на ваш вопрос, забыли самое главное. Все дело в том, что существовал действительно единый советский народ. И вот это вот воспоминание о нас, как о едином народе, оно еще долго будет в нас жить. И очень важно, чтобы вот это воспоминание, которое предыдущее воспоминание, на уровне эмоций, чтобы мы сумели это воспоминание сохранить. По крайней мере, в рамках дискуссии в Госдуме мы делаем многое для того, чтобы всю эту ненависть... Поезжайте к себе, мы вам не дадим здесь работать, и тому подобное, чтобы эту ненависть преодолеть. Чтобы сохранить вот это качество и дать возможность жить здесь и там нормально. Вот без этого... Следующий вопрос из зала, пожалуйста. Сразу-таки нельзя строить то, что сегодня правильно предлагает нынешнее руководство России интегрироваться и укреплять союз. Да, слушаем. Стоит ли говорить о конце советской эпохи, если до сих пор еще в мавзолее лежит мумия и основателя советского государства? Станкевич нам скажет, куда... Не пора ли предотела... Секунду, секунду, не дослушали. Не дослушали, не дослушали... Не пора ли предотела... Друзья, не дослушали вопрос. Не пора ли предотела земли, и тогда получится обновить страну. Да это... Ну, дайте короткую... Дайте хоть фразу одну сказать. Виктор Иванович, пожалуйста. Я бы, скажите, вам так. Не мы брали такой способ похорон Владимировича Ленина, и не нам его отменять. Почему это? Это наши предки приняли решение такое... Таким образом мы же не решили. Вот это вам, приятное, а у моих, как и под этим, не под этим. И Пирогова надо перезахоронить, и императоров надо из Петропавловской крепости, которые там также лежат, вытащить и перезахоронить землю. Так, так, сейчас, секунду, вот я дам всем слово, подождите. И одной проблемы с Пироговым. Да, Виктор Иванович, продолжайте. Это стало уже символом Красной площади с мавзолеем, то все захороненными в Кремлевской стене, теми выдающимися людьми. И как бы там ни было, но люди, которые 7 ноября 1941 года с парада Красной площади шли умирать под Москвой здесь, они отдавали честь, в том числе и человеку, который лежал на мавзолее. И сегодня бы там ни лежал, они бы не пошли защищать предательства. Сергей Борисович, я не хочу на эту тему уже, по-моему, давно понятно, что надо, конечно, захоронить в соответствии с его собственной волей. Ну, мумия, мумия, это чудовищно, неужели это непонятно? Ну, вот, смотря какая мумия. Там, конечно, другие позитивные слухи были, конечно. Георгий Васильевич, пожалуйста. В Киеве и Печорской лавре были? На мой взгляд, на мой взгляд. Зайдите, посмотрите. Монахи, монахи, да. Там были мумии, там столы, там мумии. Мумии, да, монахи, там лежат монахи, да. Ездите в буряне, это реально святые. Вы увидите там и цигилово. Это реальные святые, не святотатство. Можно сравнивать и ление с монахи? Да, пожалуйста, Евгений Васильевич, секунду, я всем дам слово. Мумия атеистов. Мы сегодня обсуждаем, на самом деле, как всегда и бывает у нормальных людей, мы обсуждаем не вопрос, что было 20 лет назад, или 25, а что мы сегодня делаем. И вот такого рода вбросы и вопросы. Это есть технология, которая развалила СССР. И которая сегодня, если мы ее уйдем, врать, почему? Потому что мне говорят, мне говорят, вас еще не похоронили. Вас еще с Лениным не похоронили. Там правильно говорят. Это что? Это что? Согласие гражданской и института гражданского общества и так далее. Я понял. То есть это есть проявление идеологической диверсии, да, пожалуйста, Игорь Борисович? Это не проявление идеологической диверсии. Я понимаю, что... Я бы не знал. Откуда ты получил эту информацию? Я понимаю. Вброс, да. Я попробую ответить в город. Какая красота. Итак, Игорь Борисович, Леонид Иванович, смотрите, Игорь Борисович даже встал. Пожалуйста. Представьте на минуту. Представьте на минуту. Тихо. Представьте на минуту, что у нас расписание политических событий в Берлине на следующей неделе. Понедельник. Поднимаются билборды с Адольфом Гитлером. Вторник. Создается совет по дегитлеризации... Дегитлеризации. Понятно, да? По дегитлеризации или по дегитлеризации. Среда. Открывается новая станция Геббельсовская, которая ведет... Войковская, которая ведет и так далее. Четверг. И... Сложный ужас. Федеральный канцлер встает на колени... Секунду, не мешайте. Федеральный канцлер в четверг встает на колени, Меркель, и говорит, что фашистские преступники совершили чудовищное преступление. Можно жить в двух Германиях, в третьем рейке и в одновременно. Невозможно. Нельзя жить и в СССР, и в России. В советском Союзе была пионерская организация. Она была с политической идеологией, но дети, тем не менее, были под контролем. То есть не было столько наркоманов и уголовников, как на сегодняшний день. Но так сегодня можно какую-то альтернативу придумать или что-то там внедрить? Пусть без политической идеологии. Не получится. Не получится, понимаете? Нет, подождите, это же делается. Пусть так же, как не получится. Что делается? Секунду, у нас пионеры есть? Роман, где у нас пионеры? Есть демократическое антифашистское движение «Наши», которое привлекает ребят из школы, вообще молодежь и тинейджеров. Давайте не будем про движение «Наши». Не будем про движение «Наши». Роман, вы бывали на Селеге? Я не был. Наверное, я уже вышел из-за этого на свой категории. Не надо наплевательски относиться к реальным усилиям. Я с этими ребятами, которые входят в «Наши», проводил множество лекций. Это замечательные дети. Именно это. Леонид Владимирович, в нашем сколько лет? Дети замечательные, в принципе. Членов движения «Наши» сколько лет? Причем здесь 8, я понял. От 15 до 21. А пионеры, это же детеныши. Нет, подождите, так надо же с чего-то начать. Так надо начинать с детенышей. Потом вниз пойдем. Понятно. Пожалуйста, почему не получится? Получится, понимаете? Чтобы воссоздать вот эту самую пионерскую организацию, в конце концов, комсомольскую организацию, она что, помешает что-то подобие, чтобы наша молодежь была как-то, ну действительно... Да зачем же массовая организация идеологически создала? Так вот, так вот, так вот, так вот, для того, чтобы создать это, нужна какая-то идея. Идея. Конечно. Идеи нет, и ближайшее будущее не предвидится. И поэтому интеграционный процесс, который сегодня предлагает Россия, обречен на провал. Потому что в 17-м году Россия, Россия предложила народам бывшей Российской империи новый цивилизационный проект. Вот по поводу цивилизационного проекта, перефратируя слова Стругацких из одного его романа, сказали следующее. Да, Советский Союз называют дырой, но сквозь эту дыру проглядывало великое будущее. И тут уже говорили, что была альтернатива. Был альтернативный путь развития России. Я не знаю, что будет через 20 лет. Вы посмотрите на Западе, казалось бы, в сытых США, тысячи людей выходят в Нью-Йорк и претендовать против того строя, казалось бы, который их обеспечивал в высокий жизненный уровень. Они видят тупиковость развития того, что предлагалось. Я понял. Очень важно, вот то, что было сказано, что, дескать, нет идеи, нет идеи, поэтому, дескать, интеграционный процесс, Евразийского Союза обречен привал. Как раз наоборот. Слава Богу. Потому что, наконец-то, слава Богу, это добровольное воссоединение, это не идеократическое и равноправное. Что? Что? И равноправное. Желание быть и работать вместе. Вот и все. Не для коммунизма. Слава Богу, наконец-то, не для коммунизма. Именно поэтому этот проект будет успешным. Все, спасибо большое всем. Бесконечно долго можем говорить о плюсах Советского Союза, о его минусах. Можем рассуждать, почему развалилась эта страна, действительно ли это было неизбежно и так далее. Но, значит, что мне понравилось? Интеграционные проекты. Я думаю, что если мы сейчас начнем эти интеграционные проекты и принесем туда те самые плюсы Советского Союза, которые были, принесем туда и попробуем извлечь уроки из всех минусов Советского Союза и минусов, допустим, и ошибок дня сегодняшнего, успех нам обеспечен. Встречаемся по будням в этой студии. И помните, что право голоса есть у каждого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!